Как себя чувствует спацифилу зимой? Если в доме, в квартире не холодно, вот как у нас 20 градусов, то вегетация вполне успешна у этого растения, продолжается. Молодых листочков довольно много, цветения пока у этого спацифилума я не вижу, но видно, как он растет, то есть его вполне все устраивает. Раза два в неделю я его опрыскиваю перекисью водорода с водой. Растения тяжеловато переносят период акклиматизации с летнего периода на зимний. Если присмотреться к почве, то почва сравнительно, видите, влажная, даже хорошо влажная. А поливала я его буквально неделю назад, то есть не надо его часто поливать. Можно опрыскивать, но обязательно следить за землей, чтобы не было переувлажнения, иначе растение может погибнуть. Что я еще могу посоветовать? Подкармливать его в начале зимы не стоит. Если присмотреться, то есть, конечно, и сухие кончики. Спацифилум любит очень влагу, растет он на болотистых почвах, поэтому наш климат его немножко не устраивает. Но в целом, посмотрите, растение выглядит хорошо. А сейчас покажу еще два спацифилума. У них стадия бутонизации есть и стадия цветения. Листочки у этого спацифилума немного узкие, то есть это другая разновидность. Я просто беру и вот так опрыскиваю, не переливаю. Если посмотреть, вот он бутон, здесь есть цветы. Вот этот цветок я уже скоро удалю, он салатовый. А здесь стадия бутонизации еще. Но если присмотреться к почве, посмотрите, почва и здесь влажная. Но она не липкая, она пушистая. Видите, какая? Вот. А это спацифилум у меня из больных растений из распродажи. То есть растения себя чувствуют здесь хорошо. А тут температура у нас на веранде, по-моему, 15 градусов. Сейчас покажу. Видите, температура 15 градусов. И сейчас покажу еще одну разновидность мини. И вот здесь еще один спацифилум мини. Чувствует это растение себя нормально. Пошли опять. Видите, вот они совсем молоденькие светлые листочки. Вот, показываю. Тут и очень интересные цветочки у них. Смотрите, совсем малюсенькие. И вот здесь вот тоже скоро будет. Видите, маленький. Вот он. Ну, еще смотрю, что конечки некоторые, желтенькие. Ну, со временем это еще с магазина они так себя чувствуют. А вот, посмотрите, совсем молоденький листочек. И кончика у него больного нет. Многие из моих зрителей жалуются, что их спацифилум желтеет, не растет, ему что-то не нравится. Советую, не переливайте. Посмотрите, вот какая почва. Видите, и почва пачкает пальчики. Значит, поливать не надо. И почва в то же время очень мягкая. Ну, опрыскивайте его. Влаголюбивое растение, оно откликнется на вашу заботу. Если вы будете его зимой опрыскивать раз-два раза в неделю, не чаще, и то зависит от температуры. В декабре не удобряйте. А уже в январе, когда растения начнут понемногу просыпаться, вот тогда уже можно будет их удобрить. А о удобрениях у меня также много фильмов. И тогда растения ваши будут так же красивы, как и наши растения. Совсем скоро я сделаю фильм о том, как чувствуют себя растения у нас на веранде в доме в декабре. В ноябре я уже не буду. Вы видите, это по красавице Боккорнея, что чувствуют они себя. Хорошо. Так что ждите моих дальнейших фильмов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова